18.00 по киевскому времени 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 331 год тому назад, вот таким же вечером стали происходить удивительнейшие события планетарного масштаба, удивительные пророческие события, а потом почти 2000 лет произошли еще более грандиозные события, тоже же в этот же день, 10-го Ниссана. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной. Благословен Господь, Бог наш. Благословен Искупитель рода Люцкаго. Благословен Утешитель наш. Аллилуйя. Братья и сестры, Господь совершал великое чудо. Я вначале прочту, хорошо, вот то, что я уже выставил здесь выше, из псалма 77-го, который утром зачитывал я. Сегодня вечером прочту несколько стихов из этого псалма. Не буду весь псалм зачитывать вновь, а вот прочитаю несколько стихов. Псалтирь, 77-й псалом, с 3-го стиха начиная, я читаю. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Очень важно, да, слышание от Слова Божьего. Мы слышали Слово Божье, да? Слышали мы и узнали. Вот это очень важно. Шма. Шма, это не просто услышь, да? Ушами своими. Шма, это еще и означает услышать ушами своего сердца, ушами своего внутреннего человека. Принять, то бишь, это к сведению, намотать на ус, не знаю, как еще назвать это. Это согласиться с этим, растворить это в себе. И шма, это еще призыв, это призыв действия, это исполнить это. Шма. Мы слышали, что слышали мы и узнали. Гори. Аллилуйя. Это говорится о Божьем Слове. И дальше. И отцы наши рассказали нам. То есть, есть вещи, которые просто по преданию, из уст в уста. Устная тора, устное передание, будем так говорить. Или же в славянском просто предание. А так передание. Мы передаем из уст в уста. Дальше. Написано. Не скроем от детей наших. О, сегодня молюсь за детей своих. Сегодня молюсь за своих детей, внуков. Сегодня, надеюсь, уже подключились мои уже. Вот. Благоставляю. Даже если не получилось подключиться онлайн, то уже тогда в записи смотрите. Тогда уже в записи благоставляю вас, дети мои, внуки мои. Благоставляю вас во имя Господне. В преддверии праздника Песах. В преддверии Пасхи. Благословляю вас. Благословляю. Одно из самых великих чудес Пасхи. Именно в этом заключается. Самое. Одно из самых великих чудес Пасхи. Что чудо Божье, совершенное в судьбах отцов наших, оно передалось и нам. И мы переживаем это чудо. Как будто сами мы это все прошли и проходим. И передаем это детям нашим. Рассказываем об этом. Вот. И рассказываем, внушаем детям своим. Чтобы они также переживали это. Как будто они этот исход прошли сами. Как будто они сами прошли по дну морскому. И море расступилось перед нами. Проживая все это. Переживая все это. Ну как минимум раз в году. Во время празднования Песаха. Пасхи. Во время этого месяца Ниссана. Авива. Весеннего месяца этого. Каждый раз из года в год мы переживаем. Хотя и раз в неделю об этом говорим. Каждую неделю мы об этом говорим. На шаббат. Встречая день Господний. Субботу. Мы каждый раз. Каждую пятницу вечером. Мы об этом говорим. Напоминаем друг другу. Напоминаем своим детям. Женам. Своим внукам. Своим соседям. Друзьям. Всем кто собирается шаббатным столом. Мы напоминаем о том. Что одна из причин. Двух главных причин шаббата. Празднование субботы. Первое. Это то что Бог создатель всего мира. Это безусловно. Это так. Но вторая причина. Одна из главных причин. Да. Вторая. По значимости. Это то что Бог вывел нас из земли египетской. Из дома рабства. Аллилуйя. Спасибо тебе Господь. Поэтому каждую неделю мы об этом вспоминаем. Постоянно. И. Независимо от того кто ты по национальности. Если Божье Слово для тебя это не пустое. Если для тебя это действительно истина. Для тебя это действительно это Слово Всевышнего Бога. То переживай это. Переживай. Размышляй об этом. Наша переживалка это вот здесь и вот здесь. Наше переживание вот этого чуда. Оно здесь и здесь. Завершается. И это размышление. Рассуждение. Рассуждение как рассуждаемо о теле крови Христа. Сегодня я вечером вновь преломляю хлеб. У меня здесь остатки пресного такого хлеба. Многослойного. Фатир называется. Фатир. Это азиатский хлеб такой. Испекается из пресного теста. Вот я заказал здесь. Татары испекли мне. О. Спасибо тебе Господь. Спасибо, спасибо. И вот то, что мы передаем. То, что мы сами переживаем. И передаем информацию дальше. Сегодня молюсь за детей своих. Чтобы написано. Не скроем от детей их. Аллилуйя. Аллилуйя. Возвещая роду грядущему. Славу Господа. Передавая это. Из рода в род. Мы переживаем это снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. И мы знаем, что Бог всемогущий. Он и сегодня тот же. Он и сегодня тот же. Аллилуйя. Аллилуйя. Четвертый стих этот читаю я. Семьи седьмого псалма. Не скроем от детей их. Возвещая роду грядущему. Славу Господа. Что мы хотим возвестить роду грядущему. Что мы хотим передать роду грядущему. Следующему поколению. Следующим поколениям. Что передаем. Всякое. Многие раньше передавали безбожие. Раньше гордились даже безбожием. Вот атеизмом. Богохульством. Вот было на постсоветском пространстве. Мы об этом часто вспоминаем. И чем дальше больше проходит время после падения этой империи зла. Советского Союза так называемого. Тем больше понимания приходит. Что действительно какое страшное зло. В каком страшном зле мы жили. В каком страшном проклятии. Ведь впервые на планете нашей Земля. Образовалась такая новая. Как нам говорили. Промывая мозги советской дезинформацией. Коммунистической информацией. Нам говорили, что мы советский народ. Новая общественная формация. Которой никогда раньше в истории человечества не было. Из разных народов Земли. Один народ созданный. Искусственно. Селекционно выведенный. Ради этого голодоморы. Войны. Репрессии. Миллионы и миллионы жертв. Но все ради как бы благой цели. Выведения новой породы. Гому советикус. Человека советского. Советский народ. И нам это говорили. И я в это верил так же. Я в это верил. И да. Тогда вот в начале 80-х. Когда сдавал марсизм и ленизм. Марсизм и ленинскую философию. Я говорил об этом. На уроке. Ну как бы на экзамене. И знаете ли. Да друзья. Конечно. Сейчас это стыдно вспоминать. Но надо вспоминать. Что нам передавали отцы наши. Бабушка моя. Была потомственная. Это тоже получается. Да. Ее родители тоже были атеистами. Революционерами. До революции. Еще там. В 19 веке. И получается да. И она была ветеран. ЧК НКВД. Она считала. Что безбожие. Это вот атеизм. То что передается следующему роду. Это как бы благо. Благо. И что мол спасибо скажут последующие поколения нам. Но сегодня я понимаю. Что это было проклятие. Которое передавалось из рода в род. Но. Сейчас мы передаем благословение. Не проклятие. Стоп. Проклятию. Да. Благословению. Зеленый свет благословению. Красный. Проклятию. Все. И вот что передаем. Возвещая роду грядущему славу Господа. Вот. Внимание. Ваше акцентирую сегодня. Псалом 7.7. 4 стих. В середине 4 стиха. Возвещая роду грядущему славу Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня у меня как у верующего человека. У меня как у христианина. Сегодня у меня одно ли желание. Передать детям и потомкам. И внукам моим. И правнукам. Всем-всем дальше. Славу Господа. Славу Господа. Все. Безбожие закончилось. Все. И в моем роду закончилось проклятие атеизма. Безбожие. Все. Теперь. Грядущему роду. Славу Господа. И дальше написано. И силу Его. И чудеса Его. Которые Он сотворил. Аллилуйя. Аллилуйя. Один из важнейших уроков Пасхи. Навстречу Пасхи. Эта беседа называется. И один из важнейших уроков Пасхи. Передаем. Дальше мы. Нашим детям. Внукам. Правнукам. Всем. Дальше. Родам. Что передаем. Славу Господа. И силу Его. И чудеса Его. Аллилуйя. Вот это истинное богатство. Друзья. Братья. Сестры. Это истинное богатство. Это истинное сокровище. Ни одно наследие. Ни одно наследство. Не сравнится с этим наследством. Друзья. Даже если какой-то там. Допустим. Человек. Оставил огромное наследство. Своему там. Ну. Потомку. Да. Миллиардное. Миллиардное. Многомиллиардное. Там. Самый богатейший. Может человек на земле. Оставил. Наследство. Дети. Все это. Золото. Бриллианты. Все это. Не сравнится. Вот с этим. Настоящим сокровищем. Настоящим сокровищем. Истинное сокровище. Роду грядущему. Которую мы передаем. Еще раз. Повторяю. Из 4 стиха. 77 псалма. Славу. Господа. И силу. Его. И чудеса. Его. Аминь. Которую Он сотворил. Я знаю, что Он сотворяющий Бог. И сегодня. Сейчас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Он постановил устав в Иакове. И положил закон в Израиле. Который заповедал отцам нашим. Возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся. И чтобы они в свое время возвещали. Своим детям. Возлагать надежду свою на Бога. И не забывать дел Божьих. И хранить заповеди Его. Аллилуйя. Братья, сестры. Вот это сегодняшнее послание. Я просто перечитываю этот псалом. 77 сегодня. И утром читал я его перед утренней молитвой. И на утренней молитве, на трансляции утренней сегодня вспоминал я его этот псалом. И сегодняшняя вечерняя трансляция тоже как раз именно предпасхальна. Потому что здесь говорится об исходе. И о страшных уроках, об ошибках говорится так же. Дальше передается информация не только о хорошем. Во время исхода было много плохого. И мы говорим своим детям и о грехах. Мы говорим своим детям и о падениях. Мы говорим своим детям и о проблемах. Из которых Бог нас вытащил и вытаскивает. Спасибо Господи. Чтобы мы учились на ошибках. Все. И старшие, и младшие. Все, чтобы учились на ошибках. Чтобы брали уроки для себя. Чтобы уповали на Господа. Возлагать надежду свою на Бога. И не забывать дел Божьих. И хранить заповеди Его. Сегодня говорю это и себе. И всем вам, братья, сестры, дорогие друзья. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю тебя, Боже. Благодарю тебя, Боже. Слава тебе, слава тебе. Псалом 77. С третьего стиха. Что слышали мы и узнали. И отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их. Возвещая роду грядущему. Славу Господа. И силу Его. И чудеса Его. Которые Он сотворил. Он постановил. Устав в Якове. И положил закон в Израиле. Который заповедал отцам нашим. Возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся. И чтобы они в свое время. Возвещали своим детям. Возлагать надежду свою. На Бога. И не забывать дел Божьих. И хранить заповеди Его. Аминь. Благословен Бог наш. Царь вселенной всей. Спавший нас. Боже от грехов наших. Благодарю Тебя. Великий Бог наш. За этот вечер. Святой вечер. Благодарю Тебя Господь. За завершение еще одного дня. Радости и милости. Благодати Твоей. За завершение этого. Уже девятого числа месяца Ниссан. И начало уже десятого. Того самого. О котором Библию мы читаем и восхищаемся. О котором мы в Библии читаем и изумляемся. И удивляемся. Боже всемогущий. И восхищаемся Тобою. Богом святым. Благодарю Тебя Господь. Что тогда. Три тысячи триста тридцать один год назад. Ты сказал через Моисея и Аарона. Чтобы десятого Ниссана. Десятого числа месяца Ниссан. Чтобы брали ягнят. И вводили их в дома свои. Приготовляя их к жертвоприношениям. К ритуальному этому убийству. Приготовляя их. Боже всемогущий. И я благодарю Тебя. За то что почти две тысячи лет тому назад. Сын Твой единородный. Агнец Божий. Взявший грехи всего мира на себя. Вошел во святой град Иерусалим. При восклицаниях так же торжественно. Боже. Так же десятого Ниссана. Когда приготовлялись агнцы. Привязывались агнцы. Приготовляемые для ритуального убийства. Жертвоприношения. Господь благодарю Тебя. Что кровь агнца Твоего. Ава. 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 Отче. Ава. Авину. Авину. Малкейну. Мше ба шама им. Отец. Наший Царь. Который на небесах. Благодарю Тебя. Что кровь агнца Твоего. Иисуса Христа. Ишуа Машиаха. Была пролита на Голговском кресте. Благодарю Тебя. Мой Бог и Царь. Великий Государь. Благодарю Тебя. Бог Богов Господь Господствующих. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Ави Буя. Аминь. Братья, сестры, дорогие друзья. Завершается 9-е Ниссана. Сегодня вечером, 14 апреля 2019 года по гражданскому нашему календарю. Завершается 9-е число библейского месяца Ниссан. Он же Авиф. 5779 от сотворения мира года. 3331 года от нашего исхода. Исхода Божьего народа. Таинственный вечер. Святой вечер. В том году, я имею ввиду, 3331 год тому назад, этот вечер, он выпал на шаббат. На субботу. Вечер как раз начала 10-го Ниссана. Это было в субботу. Это уже была пятница вечер. И уже наступал шаббат. Когда евреи и все боящиеся Бога, все уверовавшие в Бога Израилева, с разных народов, проживавших в Египте, все пришельцы, брали ягнят и вводили их в дома свои, приготовляя их для ритуального жертвоприношения, привязывая их в домах своих. отчет времени начался. Отчет времени последней казни начался с этого момента. агненцев вводили в свои дома и привязывали их. Все. С этого шаббата, с этого времени, с 10-го Ниссана, 3331 года. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. 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 3331 год тому назад. Все это происходило. И это были последние дни жизни агнцев. Их торжественно вводили в свои дома, привязывали их ритуально. И 14-го Ниссана их кровь была пролита. Проливалась их кровь 14-го Ниссана. Кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, также была пролита на Песах. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Спасибо. Благодарю Бога Всемогущего. Сегодня, братья, примем причастие. Рассуждая о теле и крови Христа, Евхаристию совершим. Завтра утром, в 6 утра подключайтесь, тоже. Приломим хлеб вместе. Приготовьте себе соку, хлебушка. Нет, сока, просто воды даже. Я беру просто воды, наливаю, и совершаю причастие. Хлеба беру. Не качество хлеба и вина, есть причастие, о качестве нашего рассуждения, о теле и крови Господа нашего, Спасителя нашего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Агнец Божий. Он водился в дома. Сегодня в наших домах Иисус Христос, Агнец Великий. Кровь Агнец Божьего Иисуса Христа, она на косяках наших домов, наших семей, на косяках нашего разума, нашего сердца, нашей души, на косяках нашего всего. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо за милость, за отцовскую любовь, за то, что ты, единственного сына, пролил святую праведную кровь, за то, что ты, единственного сына, пролил святую праведную кровь, видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть. Чтобы знали все грешные души, то, как сильно всех нас любит Господь. Он был гоним для нашего прощения, был беден, дабы в нем ты стал богат. Он раны принял нам всем на исцеленье. За грешников был праведник распят. За грешников был праведник распят. Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть. Чтобы знали все люди на свете, то, как сильно нас любит Господь. Чтобы знали все Божьи дети, ах, как сильно нас любит Господь. Спасибо тебе, Господь, спасибо, драгоценный мой, возлюбленный, сладчайший. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь Божий, за милость и благодать Твою. Благодарю тебя, Божий Всебогущий, за этот вечер, начало 10-го Ниссана, начало того самого дня, когда 3331 год назад агнцев заводили в дома свои евреи и неевреи, все уверовавшие в Бога Израилева по-настоящему, не по-нарожку, по-правдушному, все поверившие Моисею, как пророку Божьему, и его словам поверившие, Чьим словам поверим мы? Я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверим мы? Я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверим мы? А я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа, Бог сказал я, исцелен, Бог сказал, что я прощен, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Спасибо тебе, Господь, спасибо за кровь Господа, спасибо за кровь Агонца Твоего, ибо так Ты возлюбил мир Божий, что отдал Сына Своего Егенародного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И Твоим словам поверим мы, Твоим словам верю я, спасибо тебе, Господь. И те, кто поверили словам Господа, они вводили Агонца в свои дома, вот в этот день, 3331 год назад, вводили в свои дома и привязывали их, приготовляли их, смотрели на них. Это были последние дни жизни этих Агонцев, которые должны были быть вскоре, уже 14-го Ниссана, ритуально обескровлены. Их кровью мазались косяки, их кровью мазались косяки домов, и губитель проходил мимо, друзья, братья, сестры. И пролилась кровь Агонца Божьего, да, почти 2000 лет тому назад, в 30-м году нашей эры, пролилась кровь Агонца Божьего, Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пролилась кровь Агонца Божьего, Искупителя нашего, Господа, Спасителя моего. Аллилуйя. И сегодня, в этот вечер, начало 10-го Ниссана, я преломляю хлеб. Хлеб, возвещая смерть Господа Иисуса Христа. Смерть Господню возвещаю, доколе Он не придет. Я это буду делать до тех пор, пока Он не вернется. И мы это делаем до тех пор, пока Он не вернется на эту землю вновь. Второе пришествие Господа Иисуса Христа, это не шутки, это реальность. И мы говорим, гряди, Господи Иисусе, возвращайся к Господе Иисусу. И доколе Он не придет, мы совершаем это, возвещаем всему миру, самим себе, нашим семьям, родным, ближним, всему окружающему миру, возвещаем смерть Господню. Это Великое Евангелие, Великое Евангелие спасения, благодати Божьей Евангелия. Потому что кровью Иисуса Христа совершилось великое чудо спасения, исцеления, благословения. Бог во Христе примирил Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Действительно, великое чудо, великое чудо. Спасибо тебе, Господь, и сегодня смерть Господню возвещаю, с великой радостью это делаю. Почему? Потому что знаю, в крови моего Спасителя жизнь для всего человечества, жизнь для всех нас. Поэтому возвещаю с великой радостью. Казалось бы, о великой трагедии, но с великой радостью возвещаю. И Пасха для нас, это сам Христос Иисус. Это не просто красный день календаря, это сам Господь Иисус Христос. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо. И Он заклан за нас. И Он от века заклан. Как? Я не знаю. Это великое таинство. Но две тысячи лет назад это стало реальностью для нас, для всех человеков. Слава тебе, Господь. А накануне своих страданий, когда остались ему последние часы жизни, Он взял и дал ученикам своим чашу и сказал, «Этой чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Дал хлеб ученикам и сказал, «Это мое тело. Оно ломится за вас, преломляется за всех вас. Спасибо тебе, Господь, спасибо». Смерть Господню возвещаю, доколе Он придет. Тело Христово примите, братья, сестры. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Спасибо тебе, Господь Возьмите себе хлебушка, налейте себе соку или воды И помолимся, друзья, помолимся, прославим Господа Благословен Бог наш, Царь всей вселенной Давший нам хлеб из земли И давший нам хлеб с небес, Сына Своего Отдавший Господа и смерть Господню возвещаю я С великой радостью Пасха наша – это радость со слезами на глазах Причастие наше сегодня – это радость со слезами на глазах Это день победы, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Это праздник со слезами на глазах Это радость, Аллилуйя Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 Господь За великую победу Поднимаем бокал сегодня, Боже Потому что великая победа свершилась на Голговском кресте Пред нею этой великой победой Все победы людские блекнут и ничто, и никто Никому и ничему славы не отдам Только тебе, Богу моему Ты, ты и только ты, Господь, достойна всей славы И пред именем твоим, Господь Иисус Всякое колено склонится Небесных, земных и преисподних Аллилуйя И сегодня я склоняюсь пред тобой, Господь Божий Пред величием твоим, Господь Слава тебе, слава тебе Распростираю сердцем своим, Боже, пред тобой, Господь Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог Источник утешения Я нашел у твоих ног О, ты велик Нет тебе подобного Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Перед тобой склоняюсь я Ты, любовь моя Аллилуйя Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог Источник утешения Я нашел у твоих ног Я нашел у твоих ног О, ты велик Нет тебе подобного Перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя А я, любовь твоя, а ты, любовь моя Аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя Спасибо Господу за все Братья и сестры, совершаем причастие Совершите его сейчас Со своими женами, детьми Совершите его Со своими внуками У кого внуки Совершите его сейчас Вместе В кругу семьи Или же Один на один с Господом Вот Но Вот я сегодня Преломляю хлеб Здесь вот В Киеве Моя семья сейчас В России В Туле Благоставляю свою семью Сейчас Жену свою Детей своих Внуков своих Благоставляю И Преломляю хлеб Сегодня вместе Даже онлайн Вот так вот Поэтому Для Слова Божьего Нет Никаких Преград Нет Никаких Уз Для благодати Божьей Нет никаких формальностей Спасибо тебе Господь Спасибо 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 И еще раз Братья и сестры Дамы и господа Прочитаю Из Псалма 77 С 3 стиха И дальше Что слышали мы И узнали И отцы наши Рассказали нам Не скроем От детей Их Возвещая Роду Грядущему Славу Господа И силу его И чудеса его Которые он сотворил Он постановил Устав в Иакове И положил Закон в Израиле Который заповедал Отцам нашим Возвещая Детям их Чтобы знал Грядущий род Дети которые Родятся И чтобы они В свое время Возвещали своим детям Возлагать Надежду свою На Бога И не забывать Дел его И хранить Заповеди его Аллилуйя Спасибо тебе Господь Седьмой стих этот Возвещать Возвещать Возлагать Надежду Возлагать Надежду свою На Бога И не забывать Дел его И хранить Заповеди его Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Что Вот это Действительно И в наших судьбах Досвершится И Передастся Действительно Самое великое Наследие Которое Могут Наши Судьбы Передать Нашим детям И внукам И дальше Родам Следующим Возлагать Надежду свою На Бога И не забывать Дел его Божьих дел И хранить Заповеди Божьи Хранить заповеди Его Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Боже Всемогущий И преломляя сегодня Хлеб Боже я Благодарю тебя И восхваляю Великое имя Твое Ты Хлеб жизни Спасибо Спасибо Ох Спасибо Благоставляю всех вас Братья и сестры Принимайте причастие И в Харистии Это хлебопреломление Рассуждая о теле Крови Христа Как вы будете Делать Я не знаю Самое главное Не форма Служение Действительно Сама суть Важна Сама суть Вот И сама суть Это сам Христос Иисус Агнец Божий Закланный Спасибо тебе Господь И это Евхаристия Причастие Начало Десятого Несана 3331 года От нашего исхода 5779 года От сотворения мира Досвершиться В благодати Божьей В любви Божьей В любви Христа Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Благословен Бог Наш Давший нам Лозу Небесную Спасибо за лозу Земную Как и за хлеб Насущный Земной Но наипаче Я тебя хочу Прославить За хлеб Небесный И лозу Небесную Который Есть Спаситель Мой Иисус Христос Наш Господь Исцелитель Спаситель Освободитель Иисус Христос Иешуа Благодарю тебя Господь За лозу Небесную О великий Виноградарь Благодарю тебя О великий Виноградарь Ава Отче Ава Авину Папочка Папа Папуленька Отец Иегова Бог Авраама Исаака Якова Бог Великого Исхода 3331 год тому назад Свершивший Это великое чудо Свершавший Чудеса Великие Поразивший Египет Казнями Изведший Мучеников На Свободу Страдальцев Своих Угнетенных Освободивший От Угнетателей Их От Притеснителей Их Спасибо тебе Господь Ты разрушал Оковы рабства И сегодня Разрушаешь Оковы рабства Оковы греха Через Господа Спасителя Иисуса Христа И мы Возвещаем Смерть Господню И Провозглашаем Всему миру Честному То что Провозглашали Первые ученики Твои И говорили Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Человеком Которым Отлежало бы нам Спастись Аминь 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 Тело Христово Примите Братья Сестры Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя Аминь До новых встреч Продолжение следует... Наши Управил ... Наши ... Наши 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 за жизнь мира. Аминь. Аминь. Благословен Бог наш. Благословен Искупитель наш. Целитель. Кровью Иисуса Христа, агнца Твоего, я прощен абсолютно. Я исцелен абсолютно. Я благословен абсолютно. Я спасен абсолютно. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым агнца Твоего Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, открой, уже пора, Прими любовь без злата серебра. И если б не было любви, Любви Христа, мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Ох, Господь, спасибо. О, если б знал, живущий на земле, Любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа, мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река. И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Ах, мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Боже, За эту реку Твоей благодати, Твоей любви. За этот просто океан, безбрежный океан Твоей великой любви. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо. За благодать эту, за спасение, за жизнь вечную. Братья и сестры, дорогие друзья. Благословляю всех вас, Анны и Пачи, Сегодня, этим вечером, в начале 10-го Ниссана, 3331 года, от нашего исхода. Благословляю свою жену, сегодня, Инну Сергеевну. Благословляю детей наших, Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сережу, Инну. Благословляю зятя нашего Михаила, внуков наших, внука и внучку нашу. Благословляю Антону и Алину, благословляю Адар, Адасу, благословляю во имя Господне. И заклинаю вас, именем Господа, заклинаю сейчас, «Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его». Благословляю. Благословляю сегодня Израиль, Благословляю сегодня Иерусалим, город Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Благословляю весь еврейский народ, и вернувшиеся уже в землю Израиля, землю обетованную, обещанную нам, и находящихся в рассеянии, всех рассеянных евреев благословляю. А собранный еврей – это тот, который уже в Израиле. А рассеянный еврей – это еще который вне Израиля. Поэтому не будьте рассеянными, будьте собранными. Благословляю сегодня татарский народ. Благословляю сегодня утром, благословляю сегодня вечером тоже. Благословляю татарский народ, благословляю все тюркские народы, благословляю нашу историческую родину, Хакасию, благословляю во имя Господне. Благословляю Украину, благословляю Киев. Пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Господа Иисуса Христа, непрестанно. Благословляю все народы нашей страдавшейся планеты, потому что вся тварь, все творение стянает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих, ожидая хлеба ангельского, хлеба жизни, ожидая великого искупления, которое уже свершилось 2000 лет назад. Но досвершится оно в умах и в сердцах миллионов и миллионов прямо сейчас, прямо сегодня, в этот день, 10-го днессана. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа! Несколько человек всего лишь подключено сегодня к эфиру прямому. Но пусть Духом Святым, Евангелие Благодати Божьей, смерть Господня будет возвещена прямо сегодня, прямо сейчас, 10-го днессана, 3331 года от нашего исхода. Миллионам душ, миллионам и миллионам душ, во имя Иисуса Христа, смерть Господня возвещается. Великая радость, великое спасение, праздник со слезами на глазах. Тело и кровь Христа, спасение. Бог во Христе примирил, примирил Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. Возвещаем смерть Господню. Благоставляю сегодня всех вас, братья и сестры, пою благоставения священников, коэнов, которые Бог тогда ожидал, тогда ожидал, ну, чуть позже по времени, чуть днями позже. Тоже, 3331 год тому назад. Да, и уже больше 3000 лет звучит это благоставение ныне во всех народах и племенах. даже через интернет. Благодарю. 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 «Благодарю». Благодарю. Иешуа Машихейнум, во имя Иисуса Христа Мессии. Аллилуйя. Аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за наступающий новый день 10-го Несана. Благодарю Тебя за Агнца Твоего, Заклонного, Спасителя Моего, Господа Моего, Целителя Моего, Освободителя Моего, Сына Твоего, Брата Моего и Друга Моего, Целителя Всех Народов, Спасителя Всех Народов, Иисуса Христа, Праведника. Аллилуйя. Аминь. 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 Благоставляю Вас, братья и сестры, с миром Божьим. Мир всем. Шалом. Утром подключайтесь, братья, в 6 утра по киевскому времени. Подключайтесь. Спасибо Тебе, Господь, за все. И на Фейсбуке, кто еще не в друзьях, там добавляйтесь, подписывайтесь. Архиебископ Сергей Журавлев. Там есть даже три страницы разных. Но вот, которые архиебископы, именно Сергей Журавлев, там подписывайтесь. Там выставляю, как раз, информацию. Вот эту. Пусть Бог благоставит Вас. До встречи с Богом. Ох, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо.